Мы обратились за помощью к властям нашим. Мы пишем, нам писается период коронавируса, мы только могли письменно обращаться к власти и получали письменные ответы. В настоящее время никакой связи у нас нет с правоохранительными органами, чтобы знать, на какой стадии развития у нас этот процесс идет и когда у нас будет суд. Потому что в течение этого времени у нас, считай, что ничего не произошло. Новых этих не выявлено, новых фигурантов, которые были в команде Ивена Михайловна Витера, не выявлено, только Витер и юрист. И все. Найдено, ничего не найдено. Квартира арестована была только при стечении года, когда началось расследование. Других фигурантов в этом деле нет. Хотя мы уверены, что здесь не только работа Витера, так как она сама говорила, что у меня очень дружные команды, которые хорошо отбирали нас. И даже в тот момент, когда уже нельзя было... Когда было... Чего сказать? В январе была организована группа, которая разоблачила действие... Действие этой пирамиды было выявлено, что это является финансовой пирамидой. И ничего не было предпринято. Хотя за этот период, с 18-го года, с марта 18-го года, очень много людей пострадало. И договора заключались до самого последнего дня. 30-го апреля закрылась эта копилка. И даже в этот день были заключены договора насчет области. Ну, договора по семейной копилке. Что я еще могу сказать? Что мы не в неведении. У нас создалось такое впечатление, что ничего, никакая работа не ведется. Вот еще интересный момент. Витер находится 7 месяцев под домашним арестом. На какие средства она существует? Она или ее дочь? Раньше преследовалось. Когда человек не работает в советское время, не работает, значит, привлекается к унияксу. А сейчас? Сейчас она не работает, никаких у нее доходов нет. Значит, на что-то она живет, где-то она получает эти деньги, где-то она их берет, почему средства не заинтересуются этим делом. Вот такой вопрос.